Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбчики Все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе Всем желаю добра, мира, счастья и любви ко всем и каждому Иди ко мне, мой мальчик, звезда христолюбчика Где ты, мой? Покажись, покажись, христолюбчик Будем вещать? Что скажешь? Мяу? Скажи мяу Вот, я сегодня хотел поговорить бы Мы думаем, что деление людей на детей дьявола и детей божьих Это правильное деление, но это абсолютно неверно Учение Иисуса Христа и учение Нового Завета нам говорит о том Что мир делится на четыре категории людей Это, конечно же, грубо, если делим, то на два Дети божьи и дети дьявола Но это по плоти Это христиане и нехристы Но на практике оказывается все намного шире Что нехристы, что христиане делятся еще на две группы Вот есть праведные грешники, так называемые, да? Праведные нехристы И есть верующие бесы То есть есть, ну, как мы любим делить всех на две группы Верующие и неверующие, но оказывается, неверующие делятся на неверующих грешников и неверующих праведников, неверующих во Христа А верующие в Иисуса делятся на верующих праведников во Христа верующих и на верующих во Христа бесов бесов вот поэтому кто верует а дел веры не творит тот не есть его ученики ученик вы помните что иисус я кстати сколько проповеди слышал особенно я чуть последнее время люблю протестантские направления тыкать ну потому что эти лживые учения меня конечно часто сталкиваешься доехали просто больше слушал потом в последнее время ортодоксов я вообще уже не слушаю никого я ни одного папа не слушаю ничего ото всех отписался в свое время вот поэтому даже не знаю что они там несут вернее уже забываешь что несут и как-то это сердце отходит уже ничего не помнишь вот а протестантских некоторый я еще слушаю и там вот вечно это вырывается тоже мы праведники они грешники только потому что мы веруем это ерунда вы прекрасно знаете что мы особенно протестантские направления любят горит праведный веру и жив будь да а как же иисус когда нам описано его речь в матфея 24 25 глава 24 глава он рассказывает о последнем времени и там неудачно главу отрезали он был чуть повыше отрезать чтоб 25 глава получилось по евангелия от матфея вся суде три притчи господь рассказывает о при точно о суде над христианами о благоразумных рабах то есть о пастырях учителях о пророках которые будут в свою мере в свое время раздавать хлеб своим братьям и сестрам потом он рассказывает о девах юродивых неродиков и а тех кто закопали свои таланты это вот все тело христово и господь в трех притчах рассказывает что то кто знал волю господина и не исполнял это как раз веруны это бесы верующего иисуса весы вот а потом господь четко дает нам описание суда над язычниками и господь это потом я сяду на престол славы своей и соберутся передо мной все народы и я делю одних по правую сторону а других по левую как пастырь отделяет козлов от овец и скажу тем что по правую овцам овцам его двора войдите в радость господина своего меня не скажет как за что ну вы когда я был голоден накормили меня когда я жаждал напоили когда я нуждался помогли когда я был на канели когда я был в темнице и в больнице вы посетили меня не скажут ты мы тебя не видели никогда кто то есть да мы видим ты на престоле славы мы все трепещем от славы твоей да это так мы все преклоняемся ну кто ты почему мы достойны быть по правую сторону почему мы овцы твои а он скажет так какой-то вы сделали меньшим братья моим на земле а это все люди вы помните как лука ведет родословную до адама до сына божьего и мы все его дети мы все братья сестры на земле по плоти друг друга господь специально положил чтобы мы от одной крови как павел говорил проповедовал в ариапаге произошли вы сделали мне это суд над нехристианами они не узнают своего судью это мы знаем кто нас будет судить они не знают они будут удивляться что все что они делали людям на земле они как сделали иисусу творцу нашему создателю а другим скажет так как вы не делали это он скажет что вы потому по левую сторону от меня козлище потому что вы мне ничего не сделали хорошего не напоили не накормили не одели не посетили меня в тюрьме и больнице они скажут когда вы тебя не видели это не ты нам все неправильно судишь ты неправедный судья ты нам инкриминируешь мы тебя видеть не видели а он им скажет вы ничего не сделали это ближнего на земле мы не сделали мне и пойдут говорит те что по праву овцы и пойдут горит эти праведники он их праведниками назвал как и праведники по вере действующей любовью те кто ждут встречи со своим творцом и они праведники эти праведники где-то пойдут эти праведники в жизнь вечную а эти грешники в муку вечную так что иллюзии строить не надо бог нелицеприятен был что бог только христиан что ли как павел потом доказывал иудеям что бог это не бог иудеев сейчас приходится доказывать что бог от не только бог христиан это это покаяние он и твоим отцом не был но твоим богом был бог сотворил небо землю я уверовал в бога молодец бог появился да это ты уверовал ты безумный сказавшие некогда в сердце своем нет бога стал просто нормальным человеком ты ничего великого еще не сделал и бог от твоей веры не появился он был всегда он сущий он был есть и будет это ты ожил то что ты сам рубил сук на котором суде сидишь ты был отвержен жизнь а теперь причастен жизнь причем жизни благое неизменные вечный это тебе счастье так значит не так все просто мир не делится на верунов и не верунов во христа нет мир делится на четыре группы не веруны делятся на две группы не верующие грешники не верующие праведники и достоинства они примут точно такой же как и кто верующие праведники а верующие грешники верующие бесы вы думаете яков писал только о тех бесах и сушке без веру это трепещут уж тем более на земле тоже есть те кто распинали иисуса они кем и были верующими верующими господь к ним к уверовавшим даже в него и в бога говорил вы дети дьявола они веровали в иисуса да только были детьми дьявола он сказал почему потому что ищете убить меня можно быть верующим бесом на земле верующим детям дьявола можно быть павел писал тимофею чтоб тот наставлял дом божий детей членов церкви семью что свастолюбивая вдова заживо умерла некогда воскресение жизни принявший духа святого после покаяния своей жизни и омывая грехи по плоти в воде по душе слезами приняв духа святого ожила со христом в боге и не устояла и порт полностью потонув в сластолюбии и не не заботе даже о близких павел пишет такие заживо умерли а пресвитеры впавшие все дьявольскую любостяжание любовь к приобретению к всего к стяжанию все мало 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 будут судиться на одной скамейке с дьяволом спасен по вере нет спасен да жизнь получил начаток жизни дальше можно погибнуть ребенок может умереть и в тропе матери получив когда-то жизнь от зародыша семени мужского женским может 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 быть выкидыш на первом месяце на первом дне на втором я там не сильно в медицине разбираюсь я не семейный у меня не было нету детей ни жены не детей вот когда там ну всяко может быть когда-то появились первый симптом беременность все может выйти насколько я знаю на 2 на 3 на 5 на 9 на 10 какой-то месяц все может выйти может человек погибнуть через год своей жизни младенец через два через три в пять шесть в десять в пятнадцать в двадцать лет и все апостолы писали в один голос что если ты получив жизнь души своей вас воскреснулся христом в боге произвольно грешишь возвращаешься на свою блевотину нет для тебя никакой крови не для тебя никакой жертвы не для тебя никакой любви божией но ярость огня и страшное ожидание суда такого человека такому человеку вот что его ожидает все поэтому мир делится на четыре группы людей на верующих в иисуса и неверующих неверующие делятся на неверующих в иисуса праведников и на неверующих в иисуса грешников и верующие делятся в иисуса христа на ангелов на детей божьих и на бесов верующих но верующих а что ищут в этой жизни убить человека я верю в иисуса Господи, помилуй. Тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых. Куда ж вы повалили-то? Это верующий, верующий бес. Это верующий бес. Я верую. И так, сколько у меня там на счете миллионов уже долларов? Сколько я садиков обобрал? Я же там какой-нибудь шишка. Я же откаты. Подумаешь, там какой-нибудь дом престарелых разорился из-за моего управления. Ну ничего, подоем. Я верующий, верующий, свечки ставлю, прославляю Господа по воскресеньям, по субботам. Верующий, верующий бес. Каждый будет судиться по делам. И не только по хорошим. Как если протестанты умудряются осудилище Христом, я слышал проповеди. Все равно заканчивается о том, что Бог воздавать мне будет по мере моего добра. Ну да, максимум на что хватает протестантского проповедника, когда он заговорит осудилище Христом, то есть осуде над христианами. Это на то, на то, благо у него хоть на сколько-то сердце к истине расположено, и он расскажет нам, что все-таки не все христиане получат по-равному. А что все апостолы говорили, согласуясь со здравым учением Иисуса Христа, что каждый будет получать по мере добра, как Павел потом писал, какой сотворил. Но это максимум, на что их хватает. Но это не учение Иисуса. Учение Иисуса в том, что каждый будет получать за свои дела. За доброе, конечно, добро. И за меру этого добра, меру и добра. Но и за злые дела. Но если ты не творишь, и ты уже святой, и слава Иисусу, и мы все должны быть святы, к этому стремиться. И действительно, если мы еще грешим, мы никакие не христиане. Наши грехи должны быть настолько мелкие и незначительные в слове, в эмоциях, да, в каких-то. И то, за которым тут же должно следовать покаяние. От внутреннего обличения Господом. От внешнего, может быть, через братьев, сестры. А может быть, даже от язычника, неважно. Если ты не прав, ты должен это обличение принять от любого человека. Павел четко говорит. Я говорю, я слышал проповеди, даже на это место к Арифнам. Но его все равно извращают протестанты. Потому что они никак не могут принять, что Бог тебя будет судить. Будет. Бог нелицеприятен. Павел об этом говорит в каждом послании, где он в каждом послании говорит о суде. И в каждом послании говорит о том, что Бог нелицеприятен. Бог сотворил мир и землю. Великое благо и великое преимущество быть христианином. У тебя есть все шансы закончить не на скамейке подсудимых перед судилищем, а действительно по правую сторону во славе стоять. У тебя все шансы. Это преимущество быть христианином. Это все значит, что у тебя есть потребное знание, силы. Все у тебя есть для святости. Только пользуйся и достигай. Но они даже это место в Писании умудряются искажать и не замечать его. Павел говорит, что не только ты будешь меру и добра мериться, и Бог тебе только за добрые дела будет сдать. Ну да, у кого поменьше, поменьше, у кого побольше, побольше. Нет. Павел говорит, два слова употребляет. Каждый будет получать, потому что он делал, живя в теле. Это, кто знает, 2 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 10 стихи, по-моему, да? Что когда наш этот храм, эта хижина, тело смерти, тело греха разрушится, мы имеем жилище на небесах. Да, дом неракотворенный, вечный, который ожидает всех нас. Да, бессмертие ты получишь, жизнь вечную. Да, все веруны, все мертвые веруны воскреснут во второе пришествие, живущие до его времени, дожившие, тут же изменятся в мгновение ока. Но, но, получив это бессмертие природы лишь тело, как сейчас одна природа, она не грешна, не свята, она просто есть. В ней нет ничего ни хорошего, ни плохого, так скажем. Она нейтральна. А вот наше проявление внутреннего через эту природу, да, может быть плохим или хорошим. Проявление. И это является грехом или праведностью. То, что ты делаешь посредством этой природы, своего языка, своих рук, своих ног, ты можешь делать далеко не доброе. Я бы об этом никогда не говорил, если бы я видел кругом одних святых христиан. Достаточно посмотреть на блогеров христианских. Блогеры у меня всех называют, и попов православных, и протестантских всяких пасторов, там, кого угодно. Поливают грязью друг друга, все у них херетики, бог у них непонятно кто, троица, двоица, десятирица. О любви вообще не говорят. Я говорю, поносят друг друга, все у них плохие, одни они хорошие, все будут в аду. Да нет, родной, ты будешь получать за то, что ты делал. Доброе, Павел говорит. Ну, каждому, говорит, из нас, и Павел в том числе, он говорит, я предстану, все мы предстанем на судилище Христовое. И каждый получит. Не по мере добра, который он сделал. Павел не так сказал. Павел сказал, по мере того, что он делал, живя в теле, доброе или злое. Все апостолы предупреждали церковь, что вы можете творить зло. Петр пишет о такой грубятине, когда пишет церковь. Он говорит, суд начнется с Дома Божьего. И смотрите, кто бы из вас не пострадал, как убийца, прелюбодей, вор. Петр, ты что? Ты кому пишешь? Ты же святые и непорочные люди. Разве об этом им надо писать? Да, об этом. Об этом. Смотрите, говорит. К евреям посланил, говорит. Смотрите, говорит. Чтобы кто из вас, получив этот дар, по опознанию истины, не вернулся на свою блевотину. И говорит, Бог не повинет тебе ни одного праведного дела твоего. Ибо, говорит, невозможно, однажды просвещенных благодатью и покаянием, снова, как ты, ты тогда и не каешься, раз ты снова и снова это творишь, какое-то зло и беззаконие. Вот такие вот дела. Поэтому в мире есть четыре, две хорошие категории людей, две плохие. Это верующие в Иисуса праведники и неверующие в Иисуса праведники. Творившие ближним своим людям вокруг их окружающим, неважно кто, даже врагам есть и такие неверующие в Иисуса люди. И были во всю историю, даже до пришествия Иисуса. Потому что Бог просвещает всякого человека, которого он сам приводит в мир, в бытие. Дает ему жизнь, дыхание и все. И светом своей истины, любви, природы Бог есть в каждом человеке. И кто-то хочет жить в согласии с этой природой, кто-то нет. Вот вся разница-то. Так что вот так вот. Так что я надеюсь, что мы никогда не будем верующими бесами. Потому что лучше уж быть неверующим праведником, чем оказаться верующим бесом. Господь сказал, кто знал волю Господина и не исполнял, тот бит будет больше. Мы, христиане, закваска этого мира. Это нам заповедано не злословить, не отвечать злом на зло. Благословлять, отвечать добром на зло. Помогать всем. Не можешь тысячу дать, дай хоть сто рублей. Никогда не откажись человеку, неужели рубля нету. Никогда не оправдываться, ничего там не защищаться. Дай место гневу Божьему. Бог тебя надо защитить, надо прославить. Никогда не мсти за себя. Помогайте, светите. Все же просто очень. Благотворите людям. Радуйтесь, улыбайтесь. Дарите людям счастье. Это и же есть закваска христианства. Посмотрите на Иисуса. Все уже пропитаны делами любви к человеку. Это очень важный момент. Вот так вот. А получать будет каждый по делам. Это же Господь сказал. Все время он об этом говорил. Это не важно, кто ты абсолютно. Бог не рецеприятен. Все моего творения созданы на добрые дела. Просто хвалиться тут нечем. Да, нет дела, чтобы не хвалились. Там и в Эфесином так и пишет Павел. Чего вы возноситесь-то? И Господь говорил точно такую же притчу. Что Господь-то, ты если раб, господина, чем ты хвалишься? Ты должен ему служить. Говорит, если все повельное вам исполните, то говорите, мы рабы ничего не стоящие. Потому что сделали то, что должны были сделать. Павел это другими словами говорит, когда там стали возноситься в своей святой жизни. Чего ты возносишься? Это природа твоя. Пребывая в любви, радости, мире, кротости, смирении, долготерпении, воздержании, ты находишься в своей природе, ты в норме находишься. Бог создал мир такой, создал все мироздание, Адама, Сьева и прочих людей, чтобы рождались, и чтобы на земле было царство любви, радости и счастья. И все зло, которое на земле, это все зло, исшедшее из сердца человеческого, через уста и руки, ноги. Бог ничего плохого не делал. Все делает только человек, но и злые падшие ангелы. Не зря их называют ангелами, но падшими. Бог их не творил злыми, они сами выбрали зло. Вот так вот. Поэтому не будьте верующими бесами. Почему я и говорю, это я, кстати, в продолжении прошлой проповеди, что толку проповедовать спасение по вере? Кого? Верующих бесов ты будешь рожать? Кто будет рождаться от твоей проповеди? Павел говорит, я родил вас с благовествованием во Христе Иисусе. И что он им проповедовал? Говорит, я знать ничего не хочу, кроме Христа распятого, кроме любви Божьей. Он не проповедовал им ни обрезания, ни обрезания, ни закон. Он говорит, все во Христе Иисусе, новая тварь. Которая живет по вере, действующей любовью. Ибо плод духа, который в тебе, любовь, радость, мир, кротость. Павел что, спасение по вере проповедует? Да вы только стихи понавырывали. А Павел проповедовал спасение по вере, действующей любовью. Вот это да. Вот это Павел проповедовал по тому откровению нашего учителя, творца и создателя Иисуса Христа, которое ему было не через человеков преподано, открыто и научен, которым он был, как он говорил. И мы все знаем, кто читал книгу Деяния, как это у него было. Вот так вот. Поэтому что толк-то проповедовать спасение по вере? Кого? Бесов рожать? Верующих. Был бес неверующий. Вот мир и делится. На ангелов верующих, ну и детей божьих верующих в Бога, в Иисуса. И неверующих детей божьих в Иисуса. Иоанн Богослов говорил, две заповеди его отца. Говорит, одна, чтобы мы веровали Иисуса Христа и любили друг друга. И кто исполняет эти две заповеди, тот пребывает в Боге, и он в нем. Но это тем, кому проповедано. До многих людей, а до пришествия Бога на землю, сколько людей вокруг-то было. А после, что до всех доходит, все слышат, или все слышат чисто, да порой, как он проповедует с Евангелия, слава Богу, что человек его не принимает, в эти культы не лезет, а живет вот так в любви. Ему это не верие, не вменится в грех, потому что то, что ему проповедовали, это вообще не Евангелие. Начиная с того же самого спасения по вере во Второе пришествие. Спасение по вере только в Первое пришествие Иисуса на землю и в сердце и в жизнь каждого человека отслышание Его Евангелия. Да, тогда ты оживаешься Христом в Боге, а потом ты будешь давать отчет точно так же, как и все. Поэтому есть дети Божьи, верующие в Иисуса, и пока еще не знающие, что они дети Божьи, что получат точно такую же праведность и награду в вечной жизни. И есть дети Божьи, верующие в Иисуса, более блаженные, счастливые, потому что просто знают истинного Бога, живого, истинного Бога. Вот и все. Одно только ожидание встречи с Ним не может не радовать. А есть дети дьявола, что верующие в Иисуса, что неверующие. Ну, неверующие кажется, ладно, нормально, да? А что верующие кажется, странно. Да нет. В церкви есть и полно именно верующих бесов. Верующих в Иисуса Христа бесов во плоти. Есть бесы не во плоти, ну, или в той плоти, там, ангельской, там у них тоже есть плоти, в любом случае, один Бог есть дух. Вот. Ну, а есть еще вот во плоти, верующие в Иисуса Христа, бесы. А почему? Потому что живут в грехе. Живут. Мог там к батюшке под полотенчиком ходить, к пастырю, да, и дальше продолжают жить и грешить. Это чистой воды верующие бесы во плоти. Я вам, мои родные, любимые, желаю стать ангелами во плоти, верующими в Иисуса Христа. Ставим лайк, если проповедь понравился. Делимся ей в социальных сетях на Ютубе со всеми аллочами, жаждающей евангельской правды. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, какие-то мысли, размышления. Я буду на все отвечать по субботам в прямой трансляции на канале Христолюб Лайф в 15.00 по Москве. Я вас всех нежно целую, крепко обнимаю. Всем желаю любви, добра, радости и счастья. Пока-пока, до встречи в следующем ролике.